Мои хорошие, привет, добрый вечер. Это видео вопрос-ответ, третья часть. Первые две части я сняла ранее, то есть, наверное, пару недель назад. Потом был длительный перерыв. По объективным причинам мне было некогда, мне было не до этого. Но все же я чувствую за собой моральный долг ответить на все вопросы, которые вы задали. Я постараюсь видео сделать информативным и не очень длинным. Ну, опять же, для того, чтобы вам удобнее было смотреть, ну и для меня, чтобы оно было не так сложно загружать. Я, конечно же, понимаю, что время от времени вопросы поступают одни и те же. Но у меня меняется аудитория, у меня появляются новые подписчики. Кто-то уходит, кто-то приходит. Да и мое мировоззрение меняется. Допустим, полгода назад на этот вопрос я ответила бы так. А с учетом вот сложившихся обстоятельств ты уже меняешь мнение и отвечаешь на этот вопрос несколько по-другому. Все течет, все меняется, как говорится. Три недели назад на моем канале был опубликован пост. У меня там 303 комментария. Конечно же, частично уже я на некоторые комментарии ответила. Ну вот, вопрос задан две недели назад. Есть ли жизнь на Марсе? Я отмечаю этот вопрос красным сердечком, дабы к нему не возвращаться, не потому что он мне понравился. Конечно, философствовать на эту тему можно долго. И всякие, затем, я повторяю еще, что я вопросы не читала. Это будет экспромтом. Я не готовилась к вопросам. Ну вот, вернемся к вопросу. Есть ли жизнь на Марсе? Нет, жизнь только на Земле. Ну, знаете, можно было бы долго философствовать на эту тему. И можно было бы рассуждать. Я не до такой степени умна. Вы не тому вопрос, вы не тому человеку задали вопрос. Естественно, на Марсе люди не живут, но какие-то микроорганизмы там, конечно же, есть. Это и темой, то есть астрологией. И вот такими вот науками я никогда не интересовалась. Это не мой конек. Поэтому, ну вот, я отвечаю на вопрос, что нет. Жизни на Марсе нет. Если Путлер кровавый сдохнет или его уберут, что будешь делать, путинская неледь? Вопрос я даже не буду, я даже не буду отмечать красным сердечком. Я его просто удаляю. Ну, ни у кого нет права оскорблять моего президента, моей страны Владимира Владимировича. Вам просто зависть берет, что у нас такой сильный лидер национальный. У нас такой сильный. Я примерно представляю, из какой это страны идет вот эти вот все вопросы, вот этот весь хейт, вся зависть, вот эта вот злость. Я представляю, что это страна 404. Ну, вы своего клоуна избрали, вот наслаждайтесь, наслаждайтесь результатами. Следующий вопрос. Почему не расскажешь своим подписчикам, что ты лежала в психиатрической больнице в Троицке, Челябинской области? В 2002 году мы запросили историю болезни, которая будет скоро опубликована. Тебя туда у петли из-за белой горячки. До этого ты бухала почти год. Судакова, вы лживая. С большой буквы написано, вы лживая. Скоро все каналы будут заблокированы, и ты будешь депортирована из Турции. Сколько ты уже задолжала за аренду квартиры в Турции? Мать в Каменском, в Каменском, тебя на порог не пустит из-за твоей репутации, когда уже будут откровения и признания. Ну, что я могу сказать? Кто это писал? Ну, кто это писал? Как это прокомментировать вообще? Я так думаю, что, скорее всего, в Челябинской области, в Троицке, в больнице лежали вы. Когда будут откровения и признания. Боже мой, боже мой. И, в общем, под этим вопросом там еще два человека. Кто-то написал. А что не в Екатеринбурге, и даже не в Свердловской области? С каких пор жители Свердловской области лечат в Челябинской области? У нее там подруга живет. Вот они там и куролесили. Ее один потолок металлов. Ее один потолок металлов. Короче, ничего не поняла. Вот именно. Вот правильно. Девушка задала комментарий по существу. А что не в Свердловской области? С каких пор жители Свердловской области лечат в Челябинской области? Ну, у меня сейчас к вам встречный вопрос. И причем здесь у нее там подруга живет. В Троицке никаких подруг нет, никогда не было. Ну, что я могу прокомментировать? Я этот вопрос отмечаю красным сердечком, чтобы к нему не возвращаться. Не потому, что он мне понравился. Чтобы я не запуталась по списку. Следующий вопрос. Инна, ты крещеная? Конечно, крещеная. Да. Меня крестили в возрасте 6 лет. Моя крестная, моя бабушка, мамина мама. Не знаю, по какой причине. Не знаю. Нас крестили с Таней, с моей сестрой в один день. Не знаю, почему мама выбрала крестную матерью свою мать. То есть как-то вот в очередной раз какую-то проявив, может быть, безграмотность в этом плане. Почему батюшка сказал, что так нельзя? У мамы есть много подруг, проверенных временем. Почему не выбрала вот их? Почему не выбрала? На тот момент у нас еще была жива мамина сестра Оксана. Почему не выбрали Оксану? Почему выбрали бабушку? Я это не знаю. Ну, короче, конечно, я крещеная. В Бога верю. Инна, привет. А почему закончилось общение с Наилем? А, понятно. Вопрос понятен. Наиль хороший мужчина. Он добрый. Он, как сказать, у нас слишком большая разница в возрасте. Нас разъединяли страны. Коронавирус. Какой-то период времени мы поддерживали общение. Потом общение сошло на нет. Я его видела не так давно, может быть, месяца полтора назад. У него все хорошо. Он жив-здоров. Ну, возраст дает о себе знать. Он так сдал немного. Он живет все там же в Махмутлари. Звал меня в гости. Я, естественно, приглашения не приняла. У нас есть общий друг Чингиз. Чингиза я иногда вижу. Он мне передает приветы. Я передаю приветы Наилю. То есть через Чингиза все. Он знает, что я здесь. Он знает, что у меня все в порядке. Он за меня рад, что я приобрела квартиру. Все. На этом общения с Чингизом нет. Знаете, на горизонте сейчас другие мужчины. Другое совершенно общение. Сейчас я уже здесь полдоправный, как сказать, житель страны. У меня есть своя недвижимость. Ну, не знаю. Зачем смысл мне с ним общаться? Ну, блин. Ну, смысл. Что замуж за него выйти? Так я не планирую замуж выходить вообще, в принципе. Ну, возрастной мужчина в тот момент это было так остро. Это было очень приятно. Он красиво ухаживал. Ну, а сейчас, сейчас уже совершенно другие люди на моем горизонте. В Белебее Эдик был виноват, что сахар высокий. А здесь рядом с Севкой стабильно высокий. И кто виноват? Эдика здесь нет. Подожди. Что такое? Не поняла написано. В Белебее Эдик был виноват, что сахар высокий. А здесь рядом с Севкой стабильно высокий. И кто виноват? Эдика здесь нет. Вообще не поняла, что вы спросили. Я предполагаю, что это вопрос адресован, наверное, не на моем... Вы ошибочно адресовали вопрос. Скорее всего, Эдик из Белебее – это брат Самвелла. Самвел из Днепропетровска. Ну, я так предполагаю. Какой сахар? Сахар был высокий. Сахар там у Татьяны Васильевны. Вроде бы маму зовут у них. У нее вроде бы сахарный диабет. Вроде бы... Ну, я не знаю, насколько я могу тут рассуждать. По этой теме я не могу понять. Ну, и вообще, при чем здесь мой канал и вот этот вопрос? Я отмечаю красным сердечком. Повторяюсь не потому, что мне вопрос понравился, а потому, что... А потому, что, а потому, что, а потому, что, чтобы не запутаться. Судно, ну почему ты такое позорное? Боже мой, ну почему ты такое позорное? Ну, вот смотрите. Судно. Я так думаю, что это склоняет мою фамилию, да, судно. Ну, вот, например, вам не нравится моя фамилия. Называйте меня по имени, да? Ну зачем склонять фамилию? Почему ты такое позорное? Видимо, у вас... Я вот сейчас хочу разобрать вашу безграмотность. Почему вы такие позорные, что вы даже не знаете наречия, вот эти вот... Почему вы позорные? Я женщина, а я она, я не оно. Ну вот, понимаете, я всегда, конечно же, морально готова, чтобы писать неадекваты в комментариях, неадекваты отвечать, задавать вопросы. И я это как бы мысленно готова, что я все равно должна это как-то прокомментировать. К сожалению, это часть моей аудитории. К сожалению, вот такие вот люди меня смотрят. Я надеюсь, что хороших людей нет. Вернее, я даже знаю, что хороших людей на моем канале больше. Но с хорошими людьми, с очень многими... Я общаюсь в личных сообщениях. Я хочу всегда минимизировать это общение, потому что это занимает время, и порой даже близким людям нет времени ответить на сообщения. Но когда меня поздравляют с праздниками, с какими-то, я могу просто прочитать, либо отметить как-то сердечком, либо просто прочитать. Для человека просмотрено, например, статус просмотрено, или сообщение доставлено, для них тоже как бы приятно все равно. Они хотели, они получили. Не всегда всем отвечаю, но в данный момент у меня нет завала. Ни в ВКонтакте, ни в Одноклассниках, ни в Инстаграме. На все сообщения, которые мне отправлены, я ответила. Либо не ответила, ну потому что посчитала таким, так нужно. Инна, почему вы несколько раз повторяете слова и фразы? Это звучит очень нелепо. Это связано с вашим заболеванием? Нет. Тут, скорее всего, я ориентируюсь на ваше заболевание. Потому что, так как меня смотрят какой-то процент умственно отсталых людей, и вы не понимаете с первого раза, порой приходится повторять, повторять, а то и по три раза повторять. Потому что я, ну, я доктор, я же ваши души лечу, ваши сердца лечу. Поэтому вот мне приходится повторять, повторять для вас. Очень для вас, потому что вы с первого раза не понимаете. Вернемся к вопросу о моей квартире. Я вам уже два года толдычу, что квартиру я купила. И все равно находятся люди, которые утверждают, что квартиру я не купила. Поэтому повторяю вам в сотый раз, что квартира, в которой я живу, моя. Вот так вот. Следующий вопрос. Добрый вечер, Инна. Хотела у вас спросить, почему вы периодически оголяетесь перед камерой? Например, недавно у вас была видна в зеркале голая пятая точка. Как вы считаете, это прилично или нет? Я считаю, что это прилично. Я снимаю видео на своем лайв. У меня лайв-контент. Когда вы приходите в гости к соседке, к подруге, она никогда перед вами не наряжается. Она всегда ходит в домашней одежде. И если, допустим, она открывает вам голая дверь, к примеру, а потом заходит и одевается, такие вещи тоже имеют быть. Мой зритель всегда меня поймет. Всегда... Нет, мне за это не стыдно. Я считаю это отчасти приличным. Кому не нравится, вы можете не смотреть. Абсолютно. Сожалею я поэтому или нет? Конечно же, нет. Буду делать я это в дальнейшем. Ну, прям, знаете, так вот прям рьяно на камеру раздеваться нет. Но если где-то что-то попадет в кадр, например, какая-нибудь пятая точка или там грудь, или там, ну что-то, я не буду это никак моделировать. Зайдите в раздел о канале, там написано, без цензуры, без монтажа, без купюр. Этой концепции я и придерживаюсь в моих влогах. Поэтому вы меня смотрите уже пять лет как сериал, поэтому я вам интересна. Следующий вопрос. Инна, я посмотрела много твоих распаковок, но почему ты не ходишь в вещах пятилетней давности? Где новые? Спишь на чем попало, застиранном непонятного цвета белье? Где новые вещи? Зачем хранить в сундуке? И еще вопрос. Почему ты в курортном городе, почему, а, еще вопрос. Почему в курортном городе не носить классические шорты по колено? Некий стрип для балкона. Зачем ходить позориться, как бабка-селючка? Тут два вопроса. Почему я не ношу вещи пятилетней давности? Почему не ношу? А в чем я хожу? Я вообще, я забыла последний раз, когда я покупала себе платье, футболку, либо трусы. Все вещи, которые на мне, я в них хожу. Просто я достала и распаковала не все сразу, а постепенно, потому что, ну вот, например, я живу в Турции, в Турции Василек мне доставляет. Я сюда привезла вещи, что-то выходит из строя. Я достаю новую маечку, новое платье, новую футболку, новую ночнушку. И вот таким образом я поступаю. А я что, должна распаковать все? У меня есть часть вещей новых в Каменске-Уральском. Там у меня, там в основном сезонные вещи. Такого плана, как зима, осень и весна. Здесь у меня преимущественно летние вещи. А я ношу. Вот, например, золотая футболка тоже мне подарили в одной из моих распаковок. У меня был обзор на нее. Вот такая вот красивая футболка с девушкой. Такой красивый принт. В смысле? По поводу постельного белья. Это постельное белье рассчитано на этот климат, в котором оно используется. Оно немножко имеет охлаждающий эффект. И мне на нем спать очень комфортно. Поначалу, когда я заехала, и оно мне подходит по цветовой композиции в комнату мою. У меня в такой же гамме подобраны шторы, подобрана картина. И вообще интерьер спальни вот на этом постельном белье. Постельное белье сушится очень быстро. Я его утром снимаю. К вечеру оно уже сухое. Это постельное белье. Я повторяюсь. Оно очень хорошего качества. Оно куплено в дорогом магазине. И у меня к нему никаких претензий абсолютно нет. Это белье мне досталось вместе с квартирой. Я купила квартиру. Тут уже был комплект этого белья. Он использовался ранее, может быть, одну неделю всего лишь. То есть оно мне досталось новое. Хозяйку квартиры, хозяйку, первую хозяйку моей квартиры я знаю. Это чистоплотная, красивая, самодостаточная женщина. И ничего не имею против. Постирала есть это. У меня здесь есть несколько комплектов постельного белья, которые я привезла. Это износится. Заведу новые. Но я не могу все распаковать в один момент. Где все это хранить? Понимаете? Где все это хранить? И я снимаю видео по большей части дома. В квартире вот в данный момент у меня застелен персикового цвета простырь и ягодного цвета подушки. Плюс белое такое абсолютно покрывало. Сейчас у меня комплект собранный из трех. Но это все покупалось по отдельности. Ребята ездят на мотоциклах. Лето, жара, все гоняют. Надеюсь, что шум от проезжей части не сильно вас побеспокоит. Почему не носить классические шорты по колено, а не стрип для балкона? Я как считаю нужным, так и одеваюсь. Классические шорты по колено. А вы попробуйте, походите. В жаре 33 градуса в классических шортах по колено. Вы попробуйте, походите. Я ношу вещи из тонкого трикотажа, который защищает мое тело от ноготы. И в нем не жарко. Вот и все, вот и все. Следующий вопрос. Я думаю, что это будет последний. Я буду заканчивать эту часть видео. Кто-то хлопает. Посмотрела и уже не хлопает. И Нулька, я не вопрос хочу тебе задать, а хочу пожелать здоровья, удачи и процветания во всем. Я лишний раз убеждаюсь, что человек, если захочет чего-то, у него все получится. Большой привет тебе из Амстердама. Мои зрители повсюду. Мои зрители самые лучшие. Как хорошо, что свое видео «Вопрос-ответ» я заканчиваю на такой позитивной ноте. Амстердам. Представляете, Амстердам меня смотрит по всему миру. Я смотрю аналитику своих просмотров. В каждой стране мира меня смотрят. Даже в самых маленьких странах у меня есть мои зрители. Меня любят по всему миру. А я люблю вас. Вы смотрите меня, потому что я отвечаю вам взаимностью на вашу любовь. Я искренна. И я всегда снимаю видео с хорошим настроением. Надеюсь, что так будет продолжаться и вновь. Кто поставит этому видео лайк, у того будет счастье 10 лет. Все. Конец видео. Спасибо за лайк, кстати. И за внимание. До свидания.